Черговая серия докладов беларуских уродовцев про то, как все добрые в беларусской экономике, которые сейчас очень мощные перспективы. Но однажды отбываются и другие экономические процессы, и однажды Александр Лукашенко, среди всех добрых новин, который для него начинает нечто подозревать. Про что есть заговорка, что отбывается, и как это все будет отбиваться на наших с вами гаманцах. Это передача Чаллы Экономика, с вами у вас на Сергея Чаллы и Станислава Башкевича. Витаем. Добрый день. Никогда еще беларусы так хорошо не жили, как при Александре Лукашенко. Не безызвестно. Да. Хрупкость макроэкономическую осознают все. Начинают работать какие-то креативные механизмы наполнения экономики деньгами. Путин, как Остап Ибрагимович, говорит, я бы взял частями, но мне нужно сразу. Суверенитетом мы не поступились. Хотя, на самом деле, как мы понимаем, поступились. И за это еще не все получили. Это из серии. Мало того, что я тебе денег на карточку перечистил, я еще хочу выписку по счету смотреть. Перезаять, чтобы переотдать, короче. Итак, на початку традиционной вестки с палев. Курс доллара. Пакуль тримается, а лезь зима, значит, отбывается на валютном рынку. Резко поменялись процессы управления с рештой года, так? Под конец года минулого. Что там отбывается? Это ты имеешь в виду, что начал укрепляться белорусский рубль. Здесь же речь идет о чем? Что самое главное сейчас в динамике валютного курса, это что в России, что в Беларуси, это ситуация с внешнеторговым балансом. И там я смотрел динамику по месяцам, там очень интересная, кстати, история по итогам марта. Там резко происходит падение импорта, то же самое происходит с экспортом. Экспорт где-то со второй половины года начинает довольно резко расти, буквально ступенькой. И последний рост это буквально ноябрь, то есть нет декабрьских данных. Я думаю, что вот конец года, внезапно, то есть два было таких месяца, в которых экспорт долларом выражений белорусских товаров резко увеличился. Это вот середина года и конец этого года. Из-за того, что это происходит не плавно, это происходит ступеньками, ну, как бы есть серьезные основания полагать, что это какие-то политические вещи. У нас же, как обычно, власти очень любят вот эти вот круги почета нарезать. Да, Головченко говорил о том, что у нас рекордные объемы экспорта, что у нас рекордные объемы будут положительного внешнеторгового сальдо. Там действительно так примерно и получается 4,5 примерно миллиарда долларов в плюсе. При общем объеме экспорта где-то, наверное, по году будет от 45 до 50 миллиардов долларов. Ну, естественно, там они говорят о чем. Раньше у нас Россия занимала 55% в экспорте, сейчас она занимает 75% в экспорте. Я думаю, что вот эти вот скачки, это как раз вот эти политические договоренности о том, что вот теперь мы будем вам там чего-то подставлять, да, давайте вы будете у нас это покупать. Так вот, я, собственно, к чему, что механизм того, как белорусская экономика работала все предыдущие годы, то есть реакция на какой-то внешний шок, ну, то бишь какой-то экзогенные вещи, которые не зависят от внутренних причин, ну, как у нас же таких уже довольно много было. У нас были негативные шоки, связанные со схлопыванием мирового спроса, и открытие экономик постковидное, да, и вот этот золотой дождь, который был на протяжении всего 21-го года, да, экспорт на это чудо и так далее. Вот, у нас оказывается такая история, что, знаешь, как это вот, деньги как пришли, так они, в принципе, и уходят. То есть это не приводит к увеличению благосостояния населения в реальном выражении. Ну, зарубки рекордные номинальные. Сейчас, да, и в долларовом выражении тоже. И у нас есть такой довольно интересный феномен, связанный с тем, что если руками ничего не трогать, то вот этот вот рост, который в экономике начинает, импульс ему дает какое-то внешнее чудо, он съедается механизмами внутренними за счет роста вот того самого импорта, поскольку в стране оказывается больше... То есть начинается богатеть, начинается купить импорт на девальвации. Да, ну, это ты говоришь про физические лица, но то же самое происходит и с компаниями. Как только они увеличивают свою валютную выручку, они тут же находят, на что ее потратить, и главным образом не внутри страны, а за рубежом. И вот как бы импорт в итоге догонял, и в конечном счете каким-то удивительным даже образом, еще раз говорю, у нас получалось так, что даже при попытке делиться с населением доходами, вот как сейчас мы имеем дело, там 670 долларов получается примерно, ноябрьские зарплаты, да, в среднем. Это рекордное значение на самом-то деле, да, то бишь, как это, никогда еще белорусы так хорошо не жили, как при Александре Григорьевиче Лукашенко, да. Небезызвестно. Да, и поэтому как раз-таки интересно следить за потребительским, ну, потому что это больше всего гибкое поведение, потребительским поведением на валютном рынке. Куда начинают люди тратить получаемые доходы? И тратят они их, главным образом, с сентября, то есть последовательно с сентября, население становится покупателем, нет-то покупателем валют. Тратят на доллары? Да, за 4 месяца почти полмиллиарда суммарно было куплено, на чистой основе. И вот тот самый механизм, который говорит о том, что хрупкость макроэкономическую осознают все, то есть они понимают, что, как сказать, как только выше какого-то уровня тебе приходит, ну, винтфол, да, то бишь деньги не заработаны. ЗП, да, то о-о-о. Давайте мы лучше на всякий случай, да. Это как за хеджем. Совершенно верно. За страховым рынок. И похоже, что именно это сейчас начинает работать. Уважаемые сети зрителей и сети слушателей, теперь появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне, либо разовыми донатами с помощью переводов карты на карту и криптовалютой. И помните, экономика – дело всенародное. Что касательно денежного рынка, и вот это тоже очень интересный феномен. Вышла статистика Национального банка в широкой денежной массе, где можно судить о том, что происходит на рынке депозитов. И там очень необычная динамика за декабрь. Потому что мы видим, что происходило в предыдущие кварталы. Относительно ровное лежание, вот скажем, переводные депозиты физических лиц. То есть, они все время были в 3,5-3,7 миллиарда белорусских рублей. И вдруг рост на 700 миллионов в один только месяц. То бишь, это счета до востребования, считай, зарплатные. То же самое, еще 400 примерно миллионов с копейками, даже 500 практически – это рост наличных денег в обороте. Что довольно странно, потому что увеличение наличных денег в обращении не объясняется никак, никакими общеэкономическими вещами. То есть, в депозитах рост 16% за один месяц в белорусских рублях. Ну и в наличке это порядка 10-9%. И что это такое? Это вещи, которые на самом деле требуют дополнительного объяснения. Я думаю, что здесь начинает работать волшебный указ конца прошлого года. Указ о бюджетном финансировании вносит изменения в указ 14 марта прошлого года о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики. Чем интересен новый указ? Тем, что там, он очень короткий, там буквально 5 пунктов, и все они, кроме одного, для служебного пользования. Пункт 1, 2, 3 для служебного пользования, 4 для служебного пользования. Но самое интересное, что указ 14 марта 93-й, вот этого о дополнительных мерах по обеспечению стабильности, он был такой же. То есть, открываешь первый же его абзац, и там для служебного пользования, для служебного пользования, для служебного пользования. Поэтому я думаю, что это начинают работать какие-то креативные механизмы наполнения экономики деньгами. Такое разовое вливание денег в экономику, но оно не может быть объяснимо ничем, никаким вообще нормальным способом, кроме того, что это явно львиная доля этих денег, она будет эмиссионной. Вот почему-то понадобилось это делать прямо сейчас. Единственные, которые, значит, там более-менее, это исключить слова о содействии развитию экспорта. Потому что, видимо, с экспортом... Итак, все доброе. Да, сложилось, уже как бы не нужно. Хотя так само с нюансами. Согласен, но, видимо, они посчитали, что все нормально, мы политически договорились с Россией и так далее, и вот теперь там у нас никаких проблем с этим делом больше нет. Добились всего, чего хотели, как любят говорить. Ну, да, это же. И кемчинам импорт вырушен. Ну, подскочил ее на Россию, но передусим за костюм того, чтобы в Россию пошла львиная доля нафтопродуктов, наполно все нафтопродукты и экспорт, и львиная доля калийных угноений, и так само, махчима, что все. Формально, да, повеличился экспорт в Россию, но самой справе это просто стал меньше прибытковый экспорт в Россию в нашей окраине. Ну, а там, где мы можем нечто уловить, там мы бачим, что не так-то все добро с экспортом Беларуси в Россию, не глядячи на все то, что открывается махчимости из-за вот этих санкций, и Россия не может импортовать заходную технику. А есть некие приклады, где реально отбывается прорыв белорусской экспорта в Россию? Это, конечно, оборонка. Вот. Потому что про нее уже начинают вовсю говорить о том, что она сейчас станет новыми дорожными картами, которые вот как бы будут придуманы еще, потому что старые интеграционные были разработаны в другой, как они говорят, геополитической обстановке. А сейчас же, значит, у нас будет, как они говорят, в союзном государстве новая концепция, значит, национальной безопасности общая. Те программы по безопасности, которые мы больше года назад утверждали, они уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях, в вопросах безопасности, ой, как далеко зашли. Даже боюсь вам говорить, насколько далеко. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы же видим, что при этом Лукашенко начинает говорить как раз о вот этих интеграционных программах, он и с Мезенцем об этом говорит, и он проводит отдельное большущее совещание, посвященное этим всем интеграционным программам. И, как я понимаю, формальный повод, о чем речь шла, это вот эта самая, значит, ратификация положений о взимании косвенных налогов, унификация этих вот правил по акцизам, по НДС и так далее. Очевидно совершенно, что вопрос этот уже решенный, потому что там же было сказано, а у нас не все предыдущие были выполнены интеграционные программы, а тут русские как бы настаивают на новых. И, судя по всему, речь идет уже о периоде до 26-го года. Какие-то новые интеграционные программы, давайте двигаться дальше. Ну и общим же рефреном этого совещания было то, что Лукашенко трижды говорил о том, что это же мы как бы все правильно делаем, мы же нигде не поступили с суверенитетом. Частичной сдачи суверенитета, говорит он, не будет. Это как хочется пошутить на эту тему, да, значит, Путин как этот, Остап Ибрагимович. С суверенитетом мы не поступились, что худшее за все означает, вельми часто выкликая подозрение, что с суверенитетом аккурат-таки поступились, или начинать так упорно сказать, что кто такой, я что ли, нет, не я. Мы им не поступились, ну, формально, хотя на самом деле, как мы понимаем, поступились. И за это еще не все получили. И пока не будет исполнено все, мы, типа, дальше не двинемся. Да. Скажи-ка, ласка, вот с этими узкостными податками, чем мы все-таки поступились? С этим, зрозумело, россияцы хочут разобраться с этой контрабандой. Але ци есть, я ще там некий схаванный момент в этих, не наупростовых податках. Как говорит Сильвестра в своем интервью, значит, будет выстроена система, она уже в марте должна заработать, которая как раз и будет проверять обоснованность применения вот этого нулевого НДС, который, как ты понимаешь, для нас принципиально важен. Проверять обоснованность, ну, это контрабандная схема. Конечно, это ты сам понимаешь, что это такое. Это, ну, так сказать, это ставить их под угрозу, на самом деле, вот эта вот возможность проверить обоснованность их применения. И про это же говорит Лукашенко. То есть, он не просто говорит о том, что договор об общих принципах налоговложения у нас сертифицируется, а там же он говорит какой-то наднациональный орган, и дальше начинается любимая его игра эпитетами. Это будет небольшой орган, но, говорит, пускай он вырабатывает общие подходы, а не перепроверяет друг друга или ходит один другим на проверки. Таких полномочий у этого комитета не будет. Ну, то есть, складывая два плюс два, то, что сказал Солигостов, то, что сказал Лукашенко, да, значит, говорит о том, что, на самом деле, скорее всего, то, что было обещано, находится под большой угрозой само по себе. То же самое, ну, Россия постоянно колехочется, она постоянно закрывается. Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что здесь как раз реально это новое качество. Действительно могли бы это делать каждый раз, но похоже, что это надоело всем. И сейчас им хочется придумать такую схему, чтобы как можно меньше требовалось вот этих личных встреч, и каждый раз там, значит, что там о копах гнили, там, зачем вы с нами поступаете, как хуже, чем с Германией, там, и так далее, и так далее. То есть, давайте сделаем какую-то такую систему, в которой было бы понятно. Окей, вы там у нас воруете, но мы хотя бы понимаем, где и сколько. Идея же русских была сначала очень простая. Давайте мы введем единую информационную систему. С одной стороны, это вот взимание костных налогов, это, что называется, по денежному каналу, и по товарному давайте посмотрим, как товары двигаются через границу, и как они двигаются дальше через союзную границу. Мы же вам даем деньги, мы же вам рынок предоставляем, но мы же хотим знать, как вы это все, как вы этим пользуетесь. Ну, то есть, это из серии, мало того, что я тебе денег на карточку перечистил, я еще хочу выписку по счету смотреть, понимаешь? По поводу дальнейшей интеграции. Там же ведь, смотри, какой еще интересный нюанс был, на это, мне кажется, мало кто обратил внимание. Но вот со встречи с Мезинцевом, Мезинцев говорил Лукашенко о том, что, а вот мы должны собраться и решить важные вопросы, среди прочего, еще и там флаг, герб, гимн союзного государства. Ну, не очень понятно, зачем это нужно, если это союзное государство представляет собой, ну, как сказать, конгломерат из двух независимых. То есть, ну, как бы, если ты уже начинаешь придумывать такие вещи, это означает, что какой-то внешнеполитической субъектностью и внешнеэкономической эта штука должна обладать, понимаешь? Гимн, герб, парламент, урад, рубль. Что стоишь, что треба? Лукашенко сидит там, як Кадыров, як там в інших регионах России, так само? Ну, понимаешь, я не сомневаюсь, что Россия этого хочет. Не сомневаюсь. Никак. Да что ты хотела? Больше того, мы видим, что она же очень аккуратно к этому подводит. И уже в открытую большее. Абсолютно. То есть, больше того, ведь, на самом деле, с точки зрения экономики, послушаешь их обоих, Путин, но и Лукашенко. Ну, Лукашенко говорит, ой, как здорово, что вот, наконец, мы там с вами подружились так, как нужно. А российская эта страна интерпретирует это совершенно по-другому. Он говорит, ребята, теперь вы у нас покупаете, перерабатываете, нам продаете. За наши же деньги живете. За наши же кредиты у вас больше негде их взять. Вы сейчас будете просить у нас на рефинансирование, как выразился в том же самом интервью Сельверстов, министр финансов. Да, он так и говорит. В Беларуси, что 70% новинной России? Да. Но, говорит, как бы нам же мы хотим договориться о новых кредитных заимствованиях, но не для того, чтобы увеличить размер долга, а для того, чтобы переотдать, перезанять, чтобы переотдать, короче. Но если раньше это были какие-то другие рынки, ну, это мог быть Китай, это мог быть заимствование по еврооблигации, это могло быть все, что угодно. Но теперь этот же канал закрыт полностью, и теперь для того, чтобы расплачиваться с основным кредитором, приходится к этому же кредитору приходить и говорить, а дайте нам денег, чтобы мы с вами расплатились по предыдущим долгам. И в итоге получается, что если отбросить всю словесную шелуху, то экономически, по большому счету, Беларусь живет благодаря тому, что рядом есть Россия. Вы оттуда получаете финансирование на инвестиционные проекты, вы оттуда получаете рефинансирование ваших долгов. Он же называет и кредит про импортозамещение, которое, понятно, что никакое там не импортозамещение, а фактически это именно финансирование инвестиционной активности в Беларуси. Вот еще раз, почему вот эти совещания происходят, почему Лукашенко так много говорит о сувенитете? Потому что, мне кажется, он начал что-то подозревать в этой вот ситуации. То есть, ты же смотри как, весь прошлый год он же всем этим вещам, вот тем, про которые он сейчас говорит с настороженностью, он же им всем радовался. Вот абсолютно всем, он этим всем хвастался. Говорит, наконец-то, не было бы счастья, но несчастье помогло. А потом как-то, знаешь, видимо, прошел такой момент, когда начали считать, а что у нас еще осталось? Он, конечно, подозревает, раз, но этот вывод довольно банален. А мне кажется, что он начинает сейчас вести на публику внутренний монолог. Да, мы продвинулись так далеко, да, мы не все получили. Хотелось бы сначала получить то, чего мы недополучили, с тем, чтобы двигаться дальше. Понимаешь, если раньше у него была четко нарисована, как он любит, красная линия, за которой мы не переходим, и вот она и есть, не поступили с суверенитетом, то сейчас он уже в голове начинает прокручивать механизмы, что не так много осталось, чего отдать. Да. А, видимо, придется. То есть, какой-то следующий еще шаг потребуется от Беларуси, который уже, видимо, будет выглядеть совсем как... Не с воротом, может быть. Да, он именно об этом и говорит. Он именно об этом дословно и говорит. Смотри, на каких условиях будет продолжена экономическая интеграция с Россией? Недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог мы допустим ошибку. А потом спохватились, увидели, что ошиблись, и начинаем откручивать, выкручивать что-то не так. Это будет невозможно. Потому что это будет на уровне уже законов двух государств. То есть, речь как раз идет о каком-то Рубиконе, за которым возврата практически... Ну, не то, что нет, он будет чрезвычайно тяжелым. Чрезвычайно сложным. И он сейчас начинает проговаривать вот эти вещи. Многие комментаторы обращают внимание именно на это. Вот эти слова о том, что, а вы еще не все сделали из того, что нам так обещали. Они говорят, ну вот, кажется, похоже, что Россия обманула, получила больше от Беларуси, чем Беларусь получила больше от России. Это фигня на самом деле. Важно здесь не то, что, ой, кажется, меня обманули, а важно то, что он находится сейчас вот... Совсем рядом перед принятием решений, которое будет невозвратным. Это была передача Чалы Экономика. И чтобы не пропустить новые ее выпуски, следите за ютубами и социальными сетями Беларусского расследовательского центра. С вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова